дорогие друзья мы продолжаем наши уроки книги рамбама фундаментальные законы дворы сегодня глава 5 10 что имеется ввиду когда говорят что можно лечиться от опасной болезни тем что запрещено заповедями то распрещено используют естественным для него способом например еда питье некоторых случаях умощения тела например когда больного кормят всякими гадами или насекомыми или квасным в пейсах или кормят его в емки пур но если запрещено использовать необычным образом например делают компресс или примочку из квасного в пейсах или из плодов первых трех лет жизни дерево а здесь есть говорится примечание запрет торы когда войдете в страну и посадить какое-либо дерево плодоносное то считайте плоды его за необрезанные три года до будет они для вас не обрезанными не должно есть и так вот или же поет горьким питьем которое примешано нечто запрещенное пищу что не доставляет никакого удовольствия и то что даже если удовольствие то то это можно что не доставляет никого удовольствия то это можно даже если болезни опасно исключение составляют злаки выросшие виноградники здесь есть запрет торы на то что не засевай виноградники твоем злаковых семян имею в виду не только что запрещено в пищу но и все запрещенное к используем какие бы то ни было цели и тому подобное также смесь мяса с молоком смесь мяса с молоком запрещено как сказано варить есть использовать как источник какой бы то ни было выгоды запрещенные этими заповедями нельзя использовать даже неестественным для данных продуктов способом и потому их используют в медицинских целях только при опасной болезни содержание этого параграфа говорится применчание фактически полностью скопировано шульхана рух стоит добавить что к лечению запрещенными торы средствами прибегают только по рекомендации врачей при отсутствии дозволенного аналога пункт 5 11 если кому-то настолько приглянулась женщина что он заболел и оказался при смерти врачи сказали не вылечиться пока не владеет пусть умрет но не владеет ею даже если она не замужем даже поговорить с ней через ограду не разрешают ему пусть умрет но не разрешат ему поговорить с ней из-за ограды чтобы не были доступными дочери израиля и в итоге не умножилась распущенность пояснение в талмуде сангедрин 75 а эту историю сопровождает спор о матримониальном статусе женщины рамбом выбирает вариант не замужем в качестве обоснования утверждает что в этом случае мы не даем разрешение ради ограды закона так называется запрет установлены мудрецами из-за сходства дозволенного тора с недозволенным чтобы такое разрешение не привело к распущенности так вот даже если она не замужем не разрешают с ней поговорить пункт 512 всякий кто по собственной воле без принуждения на зло из одного презрения к заповедям торе нарушает одну из них оскверняет имя бога так вот он совершает преступление ради выгоды или удовольствия на зло из неуважения к торе создателю или окружающим поэтому сказано о ложной клятве скверняешь имя бога твоего я господь сказано в книге воекра 19 12 так вот в этом же контексте рамбом ссылается на этот стив книги заповедей запреты 63 и в послании гонений по всей видимости он хочет сказать что ложная клятва бессмысленно и свидетельствует о пренебрежении доверием и интересами окружающих образец поступка совершенного на зло совершенного на зло а если совершил преступление в присутствии десяти из израиля то виновен в публичном осквернении имени его и всякий человек уклоняющийся от преступления или выполняющий заповедь не ради сторонних мотивов не из боязни или страха не ради почести ради творца благословенно он освещает имя ему подобно тому как йосеф праведник отказался связи с женой господина как известно йосеф воспротивился домогласитам жены господина жены потифара когда никого не было в доме мотивируя свой поступок как совершу я такое великое зло согрешив перед богом то есть йосеф был очень тяжелом положении потому что жена потифара соблазняла его многократно однажды на так загнала его уже в угол и он был молодой парень ему было очень тяжело стоять и сказано что в этот момент он увидел лик своего отца якобы это придало ему силы он смог совладеть собой избежал от него так осталось еще у нас до конца главы два пункта и мы пройдем их сегодня 513 есть иные поступки которые считаются сквернением имени а именно когда великий фторе и знаменитый своим благочестным человек совершает поступки даже не являющийся преступлением но осуждаемые людьми и это сквернение имени его например когда он не оплачивает покупку немедленно хотя деньги у него есть и продавцам приходится требовать у него а он задерживает выплату или если он слишком много придается потехам или часто ест и пьет с невеждами или невежливо говорит с людьми или встает встречает их неприветливо и все время ссорится и пребывает в гневе эти подобные поступки зависят от величия человека каждый мудрец обязан следить за собой и блюсти себя строже чем требует буква закона здесь сказано в комментарии что стоит привести анекдот про одного знаменитого ученого имя достаточно известно но не распространяйте нам сплетни о нем до который вел курс этики университете одновременно крутил роман со своей студенткой но в корне противоречит что в корне противоречит предоставательской деятельности когда ему на это указали он ответил а вы что же считаете что преподаватель математики перпендикуляр то есть от преподавания этики не требуется этического поведения в отличие от этого ученого от раввина ожидают строгого следования тому чему он учит других нарушая бытовую этику раввина скверняет имя всевышнего и 5 14 если мудрец строго следит за своим поведением если говорит с людьми вежливо интересуется их делами приветливых встречает терпит причиняем ему обиды а сам обид не наносит если он относится с уважением даже тем кто к нему относятся без уважения если он честно ведет свое дело если не проходит часто не приходит час на сборище невежд если его постоянно видят за изучением тора закутнов талиб и увенчанную от филин если он со всех своих во всех своих поступках поступает строже чем требует буквы закона если при этом он не совсем отстраняется от общества и не выглядит странным противую практикующему раввина сказано в комментариях негоже чрезмерно отдаляться от мира то все будут хвалить его любить его стремиться поддержать и подражать его поведению такой человек освещает имя всевышнего и о нем говорится в писании и сказал он мне раб ты мой израиль тобой прославлюсь сказано в ешиагу 49 3 и в пояснениях говорится что когда в тексте танаха говорится что некто раб божий стоит помнить что слово раб применялось к лицам непосредственно приближенным к царю министрам и генералам к сожалению перед этого выражения словами генерал божий невозможен хотя и точно мы закончили пятую главу всех благ и все доброго мы